Звёздный завтрак на радио Шансон. Убновить утраченные связи, которые могут стать полезны в будущем. Это ваш же текст, Вероника. Да. Да? Узнаю, пишу постоянно. Словечко, а мы наизусть, нас заставляют их наизусть получать. Так, а Вероника Козерог? Нет. А почему ты читал Козероги? Потому что открыто было на Козероге, извините. Я Близнецы. Так, что у Близнецов сегодня прочитать? Давайте, кстати. Так, что у Близнецов? Пусть Вероника сама. И проверим. Так, давайте проверяем Веронику. Что сегодня у Близнецов? Ну? Ну, а что сегодня? Нет, не посматривайте. Мы себе наизусть. Я же пока смотрю. Нет, ты прочитай, а Вероника скажет, что-нибудь уже случилось сегодня. Ладно, скажу. День потребует от вас максимальной концентрации сегодня, Вероника, на протяжении целого часа. Для того, чтобы справиться с большим объемом работы, которую мы вас завалим сегодня. И общением с разными людьми. Вот они! Вот они сидят! А между прочим, я узнала, что я на шоу прихожу вообще вот дня два-три назад. Ну, да, да, да. Поэтому как бы вот смотрите, какая я провидица. А я не знала, как это месяц назад. Ну, потому что мы вас ждем каждый день. Добре. А, ладно. Кого вы слушаете, Вероника? Это приятно. Я надеюсь, что это будет всегда. Мы вернемся еще к Веронике, автору-исполнителю и певице. А сейчас давайте добьем Веронику-астролога. Давайте, давайте. В хорошем смысле добьем. У меня почему-то представление, что дома у Вероники большой стол специальный, за который никто не может сесть, ни кофе разлить, ничего. И там карты вот эти вот космические. Никого не пускают, да. А в спальне огромный Хаббл. Хаббл стоит. Есть такое. У меня специальный шкаф, где литература только астрологическая. Причем шкаф такой вот... Антикварный? Антикварный практически. И стол такой же, с маленькими ящичками выдвижными. А кому позволено... Очень много всякого интересного. Кроме Вероники, кому позволено подойти к этому столу? Вот действительно, если вдруг так вот случается. Никому. Никому. Сильно раздражает, если кто-то даже вот там вообще... А хрустальный шар там есть же, да? Это уже другое. Нет, у меня магические квадраты висит. А что такое магический квадрат? Вот это интересно. Да, это планета имеет свой магический квадрат. Так. И если вот какая-то встреча важная или какое-то вот по планете дело, то надо брать этот магический квадрат с собой, и он поможет. А он тяжелый? А он как выглядит? Кто его таскает? Нет, он не тяжелый. Он не тяжелый. Какой он выглядит, да вообще? Весь секрет в том, что там числа по диагонали, по горизонтали, по вертикали. И если складывать эти числа, то одно и то же число получается. И так по каждой планете. А как узнать тогда, что тебе предстоит очень важная встреча, если вдруг прослушали прогноз астрологический? Или лучше всегда его с собой носить? Тогда надо на сайт заглянуть. Астролог.фм. Я всегда на этом сайте, между прочим. Астролог.фм, да. А где взять магический квадрат? Я вообще никак не могу сказать. А вы обращайтесь ко мне, я вам сделаю. Делаю, надо специальное время, время планеты, надо специальные условия, чтобы я это все сделала. Кредит надо брать заранее для этого квадрата? Ипотеку, Лень, тебе ипотеку. Вам бесплатно. Бесплатно. Ура! Потому что у меня к вам любовь. Это приятно. Это взаимно, на самом деле. Друзья, если у вас есть вопросы, Вероника и Андрея, вы задавайте. Плюс семь, девятьсот девять, пять, пять, сто три, ноль. Вайбер, ватсап, смс. Работают. Звездный завтрак на Радио Шансон. Десять шестнадцать столицы. Звездный завтрак продолжается на Радио Шансон. В утреннем шоу «Настройка» Леня, Таня и Артем у себя принимают в гостях Веронику Андрееву. Кстати говоря, вот мы недавно говорили о магических квадратах, и народ все-таки интересуется. Здравствуй, любимая радио. Магический квадрат могут заказать только коллеги или слушатели тоже могут. Если могут, обратиться слушатели только к кому именно, по какому номеру, в какое время. На сайте астролог.фм можно заказать магический квадрат? Ну, можно. Можно, но нельзя. Можно или нужно? Ну, на самом деле, это такая вещь, которая... Индивидуально? Да, это очень индивидуально, с этим шутить нельзя. И это не шутки. Это я был в одной гримерке с Вероникой, поэтому мы можем уже друг друга квадраты заказывать. Это мы сейчас шутим, а на самом деле это обычная наука. А мы не шутим. Каждому свой квадрат, и надо смотреть карту, если ретроградная Венера, например, в карте, то, конечно, квадрат Венера... Слушайте, давайте уже немножко с астрологией... Астролог, точка... Какая-то вечерняя, получается, программа. Нет, ну подожди. У нас утреннее шоу или нет? Я все-таки хочу немножечко закончить тему астрологии, для того, чтобы потом уже уйти в творчество непосредственно. Тем более у нас будет премьера песни. Вот по поводу весны. Что звезды говорят? Что несет весна? Да всем по-разному несет же, да? Ну, всем по-разному несет, но на самом деле сейчас... В некоторых дворах не убирают весна. Вот как все растаяло. На самом деле весна пришла у нас вчера. Как осень не нанесла? Вчера так. Вчера весна пришла. В 13.28. Да, кажется, весна опять пришла. Солнце вошло в знаковин. И вот когда солнце входит в знаковин, наступает настоящая весна. Вот. Иногда 20-го это происходит, иногда 21-го марта. И вообще вчера был день астролога. Да что? Да, поздравляем. Поздравляем. А поздравляем. Как-то мы даже не отметили. Как, мы вчера поздравляли четыре раза. А, мы вчера, да. Можно сегодня отметить продолжение банкета. Да, у нас эфир заканчивается через полчаса. И отметим. Вот, к слову, о весне. Принято считать, что весна это период, когда все расцветает, когда жизнь якобы налаживается, такая обманка, что все хорошо, все снова заново. Нет, почему обманка? На самом деле так и есть. А вот с астрологической точки зрения весна это хороший период? Конечно, хороший. Конечно. Это период, когда действительно оживают чувства и когда хочется что-то новое. Ну, хотя сейчас ретроградная Венера идет, и знакомиться особенно не очень. Ну, хотя можно знакомиться, но надо знать, что потом, когда... Ну, что серьезного не будет, наверное, да? Нет, может быть, и будет серьезное, но изменения будут в отношениях. То есть можно чуть-чуть ошибиться, обмануться. Это как в Таиланде, да? Да. Познакомился. Чуть-чуть ошибиться. Ретроградная Венера, иди отсюда. Можно отношения как бы урегулировать с теми, с кем были плохие, то есть какие-то вещи, можно поговорить о чем-то и понять друг друга лучше. Наконец-то услышать друг друга можно. Покупать антиквариат можно сейчас. Это уже в другую область можно. Мне бы не хотелось взять. Для любителей. Послушай. Ретроградные пропластинки можно купить. Ты чувствуешь, от меня пахнет. Я и сам уже антиквариат. А тебя нафталином пахло еще, как ты до студии не дошел. Купите меня. Дорогие друзья, если у вас есть вопросы, Вероники, плюс 7909-955-1030. Вайбер, ватсап, смс вас ждут. Звездный завтрак на Радио Шальсон. Нет, у меня не видно время. 10 часов и 26 минут московское время. Друзья, сегодня у нас в гостях в Звездном завтраке девушка многих талантов, тысячи талантов. Зовут ее Вероника Андреева. Я такая, да. А вот она такая, она даже не спорю. Игривая. Она игривая. Я не спорю, я с вами согласна абсолютно. На самом деле, то, что сегодня у нас в гостях Вероника Андреева, это великое счастье, потому что я знаю, что в последнее время поймать Веронику в Москве практически нереально. Каждый день новый город, новый город, новый концерт. Гастрольный тур был какой-то вообще нереально затяжной. Люди дома семейные похудели уже. Когда вы вернулись в Москву-то, сколько вас не было? Вероника, расскажите. Ой, я вообще... Что объездили? Какие города-страны? Честно говоря, я со счету сбилась, и города все замечательные. Ну вот так, на скидку, сколько было? 30-50 концертов. Где покорена? Я не знаю. Ну, огромное количество. Я не помню. Был ли какой-то город, можно даже не называть этот город, потому что все равно не вспомню. Вероника, где вот прям понравилось, вот запомнилось. А мне везде понравилось, потому что очень теплый прием. Расскажу подробности. Я сейчас езжу с группой Самоцветы. У нас совместные концерты. Ну, они у тебя на разогреве, да? Нет, они не у меня на разогреве. Вот, и я там пою свои песни, и очень теплый прием. Я просто не ожидала. Это так здорово, что... Были ли ситуации, когда ты выступаешь... Нет слов, спасибо, друзья. Потом начинают петь Самоцветы, а люди уже встают и уходят из зала, потому что они приходили на тебя. Нет, у нас совместная песня ретро, называется «Снег идет». То есть начинаем мы совместные песни, потом я остаюсь одна. У меня песня «Перелетные птицы под рояль». Меня компонирует Георгий Власенко, вокалист группы Самоцветы. Это очень здорово у нас получается. А Олешка Слепцов на чем играет? На нервах в основном. Олег Слепцов выходит на песни «Я люблю своего мужа», и мы весело вместе поем. И представляет себя за вашим мужем, да? Прям даже страшно представить, что Олешку может показывать на сцене в такой момент. Мы танцуем зажигательно. Да. Интересный момент. Нет ли какой-то ревности все-таки на гастроли две девушки, Лена и Вероника? Как-то вы боретесь за внимание зрителя? Две красивые, талантливые. Две блондинки. Да. Одна натуральная, вторая всегда была натуральная. Абсолютно. У нас все натуральное. И волосы натуральные, и лицо. Это правда. Это приятно. Я подтверждаю, я был в гримерке, и у той, и у другой. И все остальное. Вы все видели. А давайте-ка поговорим прямо сейчас о том, что Вероника Андреева начала недавно учиться играть на гитаре. Это правда? Да, это правда. Но я несколько раз пыталась в жизни своей, а потом поняла, что... Я так и знала. Однажды Мадонна начала играть на гитаре, пришла в шоу, и ее прямо в прямом эфире попросили что-то сыграть. Итак, дорогие друзья, если вы сейчас не смотрите нашу видеотрансляцию, я срочно рекомендую вам быстренько зайти на сайт радиошансон.фм, либо в мобильном приложении. Да она вас не строит, друзья мои. Это настраивали специалисты. Ян Марти последний приходил, играл. Это правда. Там все великолепно. Вот. Не узнала сначала тебя, когда ехала я по шоссе. Только грустные эти глаза Показались знакомыми мне У дороги стояла одна Одноклассница в прошлом моя А че не поете? Сейчас, сейчас вы с припева начнете. Я прощу свою О любви продавая мечту А жизнь разбросала, раскидала и запутала Ну и так далее. Подождите, подождите, Вероника, я предлагаю прямо сейчас Можно вот буквально две первые строчки новой песни? Каждый день кто-нибудь рождается Каждый день кто-нибудь влюбляется Каждый день новые возможности открываются Жизнь моя куда-то все быстрее мчится То на землю бросит, то лечил как птица Пою я, конечно, с утра Не, поешь ты лучше, чем играешь Спасибо, молодец Продолжать обучение Я предлагаю послушать как раз-таки ту самую песню Ради которую мы сегодня здесь собрались Ради которой хочется влюбиться Премьера, премьера на радио Шансон В утреннем шоу «Настройка» Вероника Андреева «Хочется влюбиться» Звездный завтрак на радио Шансон В Москве 10 часов и 37 минут У нас в «Звездном завтраке» сегодня Вероника Андреева Автор-исполнитель, певица Которая только что представила нам свою новую песню «Хочется влюбиться» Вероника, расскажите, пожалуйста, об истории создания этой песни Ну, как всегда, это было очень быстро Я взяла гитару, вот так сыграла, как нам сейчас Дома? Или на гастролях? Дома Дома, да Когда все уснули или как? А вот этого я не помню Когда я вхожу в это состояние, в астрал То я уже не понимаю, когда вечер, когда день Так, вот взяла гитару А диктофон ставится рядом? Или как? Или на память? Ну, конечно, у меня волшебный свой телефон есть Я как бы сразу Записываю Беру, записываю А потом разбираю? И потом разбираю, да, вот это все Складываю все И получается Какая-то есть предыстория у песни про «Хочется влюбиться»? Может быть, это история какой-то первой любви Вероники Андреевой, школьной или детсадовской? Из Лиеслей Из Лиеслей? Серьезно? Как звали того Дон Жуана? Я сильной Дон Жуана Звали мальчик Саша То есть помнишь? Да, помню, помню мальчик Саша Как он покорял сердце Вероники? А мы вместе катались на качелях Он качал, а Вероника каталась Как это романтично Как это романтично А еще романтичнее, мне кажется, взять сертификат от нашего спонсора Рубрики «5 секунд» Джон Джоли Сети грузинских ресторанов И отправиться вдвоем куда-нибудь поужинать Вкусно и романтично, да, конечно Может быть, даже Вероника выиграет сегодня этот сертификат Да пусть кто-нибудь другой выиграет Нет, надо честно играть Я щедрая Конечно, щедрая Если выиграет Вероника, то она отдаст сертификат нашему Нет, я тогда отдам сертификат Слушателю Своей сестричке Соперечке А, ну может быть Друзья, если вы хотите Если хотите сразиться с Вероникой Андреевой В игру «5 секунд» Звоните 223-5550 Код города 495 Начнем уже очень скоро Звездный завтрак На радио Шансон 10.45 Время московское И в гостях у утреннего шоу «Настройка в Звездном завтраке» Сегодня Вероника Андреева Замечательная наша любимая певица Веронике пишут, пишут Вопросы задают Но сейчас игра опять Нам нет вопроса Нам хочется поиграть Тем более, что у нас есть замечательный приз Это сертификат на 3000 рублей в ресторан Джон Джоли Это 14 ресторанов домашней грузинской кухни Повара Джон Джоли готовят по традиционным семейным рецептам С оглядкой на современные ресторанные тенденции Итак, кому достанется сертификат на 3000 рублей Мы прямо сейчас узнаем Веронике или же нашему слушателю Евгений, доброе утро Доброе Здрасте Евгений Помните, вы по телефону говорили Как вы счастливы, что вы дозвонились в игру «5 секунд» И будете играть с самой Вероникой Андреевой Очень приятно Да-да-да, услышите Веронику и вас Спасибо И вам спасибо за такие приятные, теплые слова Не так, конечно, мы договаривались с вами, Евгений Ну ладно Так, кто хочет первый начать? Вероника, кстати, уже играла в эту игру Поэтому может быть первый, да? С Вероникой, да У меня вообще ничего Я ничего не соображаю с утра Вот и посмеемся Отлично Ура-ура Итак, Вероника, 5 секунд Назови три любых прибалтийских города Рига, Таллинн и Юрмала Молодец! Один ноль Один ноль А говорит ничего не соображает Прикидывалось-то я Я не соображаю Я не соображаю Я все силы вообще туда вложила Правильно, потому что на кону сертификат в Джон Джоли На 3000 Евгений Евгений, назовите три любых произведения Льва Толстого Война и мир Так, так, так Ну, Анна Да, достаточно Там просто так много Война и мир Да, пока один ноль Четыре тома Один ноль Так, Вероника, назови три любых вида масла Крестьянское, подсолнечное и оливковое Крестьянское, сливочное Сливочное, да Ну ладно Засчитай Ну, засчитай Два Все же догадались, что это сливочное Конечно Два ноль пока Я человек из земли Так Евгений Назовите, пожалуйста, три любых города Испании Барселона, Севилья и Столица Ну, Мадрид Столица Ну, Валенсия еще Да, да, да Футбольные клубы Конечно Подождите, а Мадрид разве столица Барселона? Конечно, Мадрид столица Испании А я думала, что Барселона Ничего, а Барселона столица каталог Два ноль Два ноль По-прежнему в пользу Вероники Андреевой Вероника, внимание Сложный вопрос Назови три любых песни группы Самоцветы Все, что в жизни есть у меня Как прекрасен этот мир И кто тебе сказал? А не успела Не успела А не успела Причем длинные названия Но, подождите Но все-таки кто она успела сказать до сигнала? Да, кто успела сказать? Кто? Понимаешь, то есть она закончила маневр То есть, в принципе, Вероника даже не думала Поэтому, да Ладно, три ноль Не размышляла Евгений Евгений Да-да-да-да Есть шанс все-таки хотя бы в ничью сыграть Если Вероника будет неправильно дальше отвечать Давай Итак, поехали Евгений, назовите три любых духовых инструмента Трамбон Таксофон Все, время закончилось Поздновато И мегафон И мегафон А какой же счет я потеряла? Три ноль? Три ноль Три ноль Три ноль Три ноль Три ноль? Три ноль? Три ноль, да Три ноль Три ноль Вот видите, внешность обманчива Обманчива, конечно Все говорят, что блондинки глупые Подождите, три один Уже Три ноль Евгения, разве у нас не назвалась Вот еще одна блондинка Вероника, назови трех любых персонажей сказки про Буратино Мальвина, Пьеро и Карабас-Барабас Молодец Смотри-ка, как хорошо идет 4 ноль Евгений, ну так, просто ради интереса уже играем с вами Назовите, Евгений, три вида хлеба Буратинский, Пшеничный, Ржаной Молодец Гол престижа Гол престижа на последней минуте 4-1 Так, Вероника Назови, пожалуйста, трех любых, три любых вида неперелетных птиц Значит, куры, гуси Нет, гуси перелетные, простите Воробьи, не подогнали Воробьи, ворону на месте сидел Десять секунд Итак, Евгений Назовите трех любых животных, которые весной выходят из спячки Медведь, сурок и друг его Барсук Барсук Ладно, зачитаем Нет, со счетом 4-1 Победила Вероника Андреева Она отправляется у нас в ресторан Джон Джоли Попробует традиционные грузинские блюда Которые может позволить себе Каждый, не уезжая далеко от дома Поздравляем Звездный завтрак На радио Шансон В гостях в Звездном завтраке Сегодня певица, автор-исполнитель Вероника Андреева Но мы обещали, что хотя бы парочку вопросов от радиослушателей зададим Давай Вероника, кто ваши учителя интересуются радиослушателей из Астрахани? Учителя Учителя, ну, видимо, и по музыке, и в астрологии, может быть Ой, много учителей было Всех не перечислить Да Понятно Следующий вопрос Есть еще следующий вопрос? Следующий вопрос, где можно увидеть Веронику Андрееву Традиционный вопрос для наших слушателей Вот, дорогие друзья Значит, я участвую в концерте памяти поэта Плецковского 25 марта Концерт будет в Храме Христа Спасителя В 19.00 начало И там я пою песню ретро Называется она «Если ты словечко, скажешь мне» Так что приходите на этот концерт Потом 31 марта в Твери В ресторане «Панорама» я тоже буду выступать Там большой блок у меня Много песен буду петь Поэтому тоже в Тверь можно съездить Так Это недалеко Особенно, если ты живешь в Твери Да, там очень хорошо Звук отличный Так что приходите Буду очень рада вас видеть И спою для вас с удовольствием Послушайте меня живьем наконец-то Подождите Давайте сначала о главном событии этого года Расскажем А 8 апреля Где еще можно увидеть Веронику Андреев 8 апреля Для меня это вообще просто Событие моей жизни Я считаю Это мой дебют Я буду участвовать В замечательном таком празднике Пождественной церемонии Вручение премии Шансон года Да, в шансоне года Мне будут вручать статуэтку Буду петь песню Всеми полюбившую Я люблю своего мужа Вот Для меня, конечно, это счастье Слава благодарности подготовила уже? Конечно Ну, мне кажется Что У меня не будет слов благодарности У меня будут одни эмоции Потому что это действительно первый раз в жизни И для меня это очень важно Ответственно Буду готовиться Подготовлено ли уже дома место какое-нибудь красивое Под статуэтку Под статуэтку Конечно Готов ли костюм? Готов Все готово Все открывается Осталось дождаться 8 апреля Наглажено, начищено Так, а звезды там что-то показывают? 8 апреля все будет хорошо? Все будет хорошо Но там, конечно, квадрат Венеры с Ураном У нас с собой магический квадрат Но это не помешает Это как бы некоторое такое волнение будет Но ничего, я справлюсь Я надеюсь, что просто Убер не приедет к Венере в этот день Она не успеет испортить нам вечер Венеру не привезут вовремя Хорошо, Вероника, к сожалению, нам нужно уже попрощаться Потому что сейчас заканчивается звездный Что-то приятное для радиослушателей По традиции Дорогие друзья Наступила весна Вот Я вам желаю любви Влюбляйтесь Можно влюбиться в того же, которого вы разлюбили, например Тоже возможный вариант Перевлюбиться Перезагрузку сделать Будьте красивыми Будьте нарядными Всегда каждое утро вставайте и говорите себе Я самая обаятельная и привлекательная И так и будет, поверьте, девочки А еще можно каждое утро вставать и говорить Включаю утреннее шоу «Настройка» Для того, чтобы настроить На самом деле спасибо вам большое Конечно, очень с вами весело И вы мне подняли настроение еще больше Спасибо Это правда, большое спасибо Мы действительно самые веселые, талантливые и лучшие Ну а у нас прямо сейчас Самая веселая, самая весенняя песня от Вероники Андреевой И Леня, Таня, Артем с вами прощаются До завтра, друзья В 7.00 услышимся Пока Пока Любим вас, счастливо Звездный завтрак На радио Шансон Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok